От работников в бюджетной сфере ждет новая система оплаты труда. Это требование федерального законодательства. Изменения коснутся всех регионов. Основной принцип новой системы – разделение заработной платы работника на две части. На гарантированную, которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на стимулирующую, размер которой зависит от того, насколько качественно и эффективно работал сотрудник. Конкретные предложения уже есть у Минздрава и Министерства образования. В соответствии с майскими указами президента, работники здравоохранения и педагоги должны получать 100% от средней заработной платы в регионе. Основываясь на требованиях федерального законодательства, регионы должны привести в соответствие свои нормативные акты. В Министерском округе такая работа уже началась. С тем, чтобы оптимально отработать вопрос совместно с собранием депутатов и не навредить работникам бюджетной сферы. Когда мы стали рассматривать на окружном уровне, то мы выяснили, что сегодня у нас, в частности, у врачей оклад всего 30%, а все остальное – это компенсационные и стимулирующие работы. И при существующей системе оплаты труда, когда у нас стажевые – это 30%, то есть мы берем оклад, добавляем стажевые, соответственно, нужно компенсационные, ничего не остается. Поэтому и было принято решение на рабочей комиссии по заработной плате, она у нас заседала практически несколько месяцев, руководил ее Департамент финансов и экономики, именно его экономическая часть, рассматривались различные варианты. И было принято решение о том, что увеличить основной оклад, значит, присоединение к этому окладу стажевых надбавок. Что предполагалось, то есть рост данного оклада на 30%, основного оклада, по данным направлениям, с последующим представлением компенсационных и стимулирующих выплат в пределах тех фондов оплаты труда, которые сегодня есть в учреждениях. Вот концепция того законопроекта, который сегодня внесена в собрание деплатов. Заработная плата работников здравоохранения и образования будет состоять из основного оклада и стажевых. Это 60% от средней заработной платы по региону. Это и будет гарантированной частью. Остальные 40% — это компенсационные и стимулирующие выплаты. Под компенсационными подразумевают оплату ночных, праздничных дней и начисление за вредные условия труда. Получать их человек будет в соответствии с федеральным законодательством. А стимулирующие напрямую зависят от качества труда каждого отдельно взятого работника и в пределах тех фондов оплаты труда, которые есть в учреждениях. Стимулирующие выплаты часто не зависят от качества труда работника. Вот это нужно увязать. Нужно увязать, чтобы каждый работник работал качественно и получал соответствующую зарплату. То есть должна быть введена система оценки оплаты труда в части вот этих стимулирующих выплат. Отмечу, что новая система оплаты труда коснется всех направлений, которые финансируются из окружного бюджета. Это требования федерального законодательства, а именно единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год. И в любом случае выполнение указов никто не отменял. Мы должны соблюсти для врачей 100% средней зарплаты в регионе, мы должны соблюсти для медицинских сестер 100% зарплаты в регионе и далее для остальных отраслей в зависимости от требований указов, то есть по дорожным картам. В любом случае на все эти направления будут учтены при формировании бюджета, то есть указы выполнять мы будем, никто их сегодня не отменил. Цель изменения новой системы оплаты труда, по мнению ее авторов, защитить работника, обеспечить ему гарантированную часть заработной платы, которая не будет зависеть от конкретного работодателя, и в то же время мотивировать его на качественную и эффективную работу с тем, чтобы получить максимальные стимулирующие выплаты.